Ребята, всем привет! Привет, ребятушки! Мы, как всегда, в гаражах собрались. Олег, что мы сегодня будем готовить? Сегодня будем готовить долму по-азербайджански. В случае, вкусные долма получатся. С мацони приготовим. Но у нас, кстати, второй раз за эту зиму зима пришла. Так что опять выпала снежка немножко, подсыпала. Погнали в гараж. На улице прекрасная погода. Не вижу причин не приготовить долму. Давно, кстати, не делали. И, ну, сейчас все увидите. Погнали в гараж. Итак, пробежимся по ингредиентам. Сегодня, как в большинстве наших видео, простой набор ингредиентов это мясо. В нашем случае это говядина. Вообще готовят из баранины, либо смесь говядины и баранины. Мы выбрали просто говядину. Виноградные листья мы их заранее замочили, покупали сухими, замочили в кипятке. Также 100 грамм сливочного масла, соль, перец, мацони. Кто не знает, что такое мацони, можете загуглить. Ну, это что-то типа сметаны, кисломолочный продукт, скажем так. Немного риса. Здесь у нас на килограмм идет 8 столовых ложек риса. И зелень у нас это будет кинза, укроп и немножко мяты. Кто не пробовал с мятой, рекомендую всем добавить мяту. Вкус будет совершенно другой, очень вкусный. Ну, пару луковиц и чеснок для соуса. Простецкий набор ингредиентов. И начнем с того, что порубим нашу зелень. Кстати, чуть не забыл. Готовить будем в афганском казане, который вы можете приобрести в имхо-шопе. Не только афганские казаны, но и узбекские. Куча всего. Ссылка внизу в описании. Начнем с того, что порежем лук. Лук будем резать мелким кубиком. И лук будем резать пчаком. Кто не знает, что такое пчак, это узбекский нож. А блюдо грузинское. Блюдо азербайджанское. А, азербайджанское. Азербайджанское, да. Оно ж узбекский. Вообще, долма, слово долма, кто не знает, переводится с каких-то тюркских языков, как наполнять. Наполнять, начинять. То есть, фаршированный перец, это тоже долма. Теперь порежем зелень. С мяты мы поснимаем листочки только. И мяты, ну, как вы видите, примерно в 3-4 раза меньше, чем кинзы и укропа. С мяты только листочки. Вот эти ветки мы не будем использовать. С мятой, смотрите, не переборщите, потому что, может быть, даже не всю будем. Иначе будет слишком сильный вкус спритерной мяты. Поэтому, я думаю, половину от этого нам хватит. На килограмм мяса. Порезанную зелень добавили к луку. Также сюда отправляем кусочек сливочного масла. Здесь 100 грамм. И сейчас порежем мясо. Перекрутим его. И также добавим сюда и будем вымешивать фарш. Такой кусок мяса у нас 980 грамм. Около килограмма прям. Практически. Режем на куски. Немножко с жирком. Вот здесь по краям. Но это все оставляем. Потому что баранина, если используется, она вообще жирное мясо. Поэтому перекрутиться будет все нормально. А так просто обалденное мясо. Олег, ты что, ножик наточил? Да. У нас теперь острый нож. Кто заметил? Ну, еще, кстати, не до бритвенного состояния. Но, в сравнении с тем, что было, я думаю, заметно. Как режут. Хоп. Хоп. Отлично. Ну, мы потом покажем. Покажем, как и чем точили. Перекрутили мясо. Теперь добавляем рис. Я его заранее промыл. Не замачивал ничего. Кто готовит без афганского казана, а просто дома, в кастрюле или в обычном казане, рис можно отварить до полуготовности. Здесь это не требуется. Также добавляем черный перец по вкусу. Рекомендую свежемолотый. Вкус совершенно другой. Попробуйте свежемолотый и сравните, вот, которые уже продаются в пакетах. Почувствуете разницу, как говорится. Ну и соль. Диман, сколько соли? Не знаю. 1,46 жмени. Кто-то писал комментарии, какие жмени, я говорю, это обычные единицы измерения. На самом деле, он говорит, хорошо, комментарий пишет. Ну, переведи мне одну, там, 27 жмени в граммы, я говорю, это без проблем, это 1,23 грамма. То есть, все абсолютно переводится, а люди не верят до сих пор. Перемешиваем. Это все лирика. Вот масло у нас уже подтаяло. Масло добавляется для сочности. Прям фарш будет внутри очень сочный. Ну, сейчас все будем вымешивать. Оно разойдется. Тщательно-тщательно все перемешиваем. Вымесили фарш, он полностью готов. Теперь самое интересное, я покажу, как заворачивать долмом. Берем лист вот этой блестящей стороной, блестящая сторона листа, кладем вниз. Расправляем его. Листы продаются либо уже мокрые, как маринованные, либо, как мы купили, сухие, но их просто замочить кипятком. Расправили лист. Чем больше лист, соответственно, тем больше в него фарша потребуется. Поэтому на такой лист берем вот такой кусочек. Заворачиваем вот так. Заворачиваем края. Раз. И два. Немножко кропотливая, конечно, эта работа. Придется потратить какое-то время. Но результат вас приятно удивит. И просто сворачиваем вот в такую трубочку. Получается вот такая долма. И кладем сразу же в афганский казан или в вашу посуду вниз вот этим листом. Но вы поняли, концом листа. Дно в афганском казане мы устелили листьями виноградными. Там были какие-то рваные, несколько штук попалось. Один вообще здоровый, никакой. И укладываем аккуратно долму вплотную друг к другу. Не надо, чтобы она там болталась. Плотненько друг на друга. Один ряд, если там будет много, второй, третий ряд и так далее. Лепим долму. Ну все, не прошло получаса примерно. Свернули всю долму. Получилось вот в три ряда нормальное количество фарша осталось буквально грамм сто. То есть ушла банка листьев консервированных и 900 грамм фарша. Все, теперь что мы делаем? Чтобы долма там у нас не, как сказать, не развернулась при кипении, мы наливаем воду и сверху положим обязательно, надо чем-то прижать блюдце. Аккуратно, тонкой струйкой наливаем воду. Воду не доливаем ни в коем случае до краев. Долма не должна покрываться водой. Это даже если вы будете в кастрюле дома делать или в обычном казане, примерно на 3 сантиметра, на 2-3 сантиметра ниже, чем уровень долмы. Вот я вижу уже, что вот выступила вода. Верхний ряд у нас вообще 10-20 грамм еще. Теперь накрываем блюдцем. У нас блюдце специально подобрали, которое сюда подходит очень хорошо. Вот так, обратной стороной. Оно прижимает все это дело у нас. Закрываем казан и идем на улицу. Мы уже разожгли угли, готовить сегодня будем на углях. И займет все это дело после закипания 40 минут. Это что прям наверняка. Возможно и 30-ти хватило бы, но наверняка 40. Идем на улицу. Оба-на! Выспаем угли, как я уже сказал, разожгли стартер. Кто спрашивает, ребят, это не реклама, это просто, вот я говорю, много очень вопросов по поводу этих углей возникает. Ребят, что за угли используйте? Это угли Камада. Никаких ссылок не оставляем. Кому надо, просто загуглите, посмотрите, что это такое. Немножко их сейчас разгребем. Работают они долго, ну, уже как бы проверенные угли. Мы ими постоянно пользуемся. Ставим решетку. И на эту решетку наш афганский казан. Все, осталось только ждать. Как с клапанных крышек пойдет пар, мы это увидим. С этого момента засекаем 40 минут. Через 40 минут после закипания будет дегустация. Мне даже кажется, Олег, полчаса хватит. Возможно, да, в афганском 40, это, наверное, в обычном даже хватит. Ну, там как, вода, по идее, в обычном казане должна полностью выкипеть. Вот, 3 сантиметра не доливаете, она полностью выкипает, и тогда готова. В этом казане он гораздо быстрее все делается. Давайте 30. Здесь не выкипит, Олег, вода столько. Не, она не выкипит здесь, я понимаю, потому что здесь, чтобы выкипела, она это надо 2-3 часа, наверное, вариться. По чуть-чуть выходит. 30 минут засечем и покажем, как получится. Ну, все, ребят, прошло полчаса, как у нас закипел наш афганыч. О! Снимаем его, даем немножко остыть. Ну, и накрываем на стол, будет дегустация. Пускай запах уже еды идет. Пускай остынет немножко, и пойдем дегустировать. Погнали. Спустили, как говорится, пар, блюдце еще ничего не вытаскивали. Там еще все очень горячо. Вот даже блюдце горячее. Убираем его в сторонку. И выкладываем в специальный отдел перчатку, потому что, не знаю, шумовка, я думаю, она вся развалится. Лучше так же, как закладывали ее сюда, так же по одной штучке аккуратно доставать. И выкладывать на блюдо. Ну, запах стоит просто обалденный. Вот такая вот долма. Сейчас выложим уже всю, немножко она остынет. И будем пробовать дегустировать. Думаю, что очень вкусно. Ну что, ребят, вот такое количество долмы получилось. За кадром сделали соус. Здесь просто мацони и чеснок. Можно добавлять укроп, но так как у нас укроп и здесь, везде пихать укроп не вижу смысла. Мацони я не люблю. Ну, со сметаной бы я поел, а мацони, ну, не знаю почему. Такой я человек, не все ем. Ну, а долму сейчас попробуем. Я уже попробовал за камерой. Но теперь для вас, как говорится. Долма получилась очень вкусная. Соль, перец, все в меру сочное. Сам фарш именно сочный. Не знаю, то ли просто так приготовилось, то ли все-таки это зависит от того, что мы добавляли масло сливочное. Но по рецепту для сочности добавляют масло. Так что всем рекомендую попробовать приготовить такое блюдо. У кого нет казана афганского, можно в обычном, можно в кастрюле приготовить, дома, на костре, где угодно. Ну, а кто хочет готовить так же, как и мы, афганский казан, ссылка внизу в описании. Ну, все, всем пока. Если понравилось видео, ставьте лайки, делитесь этим видео, подписывайтесь на наши соцсети, на Инстаграм, ВКонтакте, группу. Мы выпускаем там иногда сторисы, ролики, фоточки какие-то. Так что всем пока, все ссылочки под этим видео. Всем пока.